И, как это называется, у них силовая структура, да, специальная какая-то структура, да, и они пытались помешать нам проведению собрания, но им это не удалось. И вот этот вот главный судебный пристав, который приезжал, да, он пытался уже потом задним числом вручить мне, вроде как, повестку, потому что он хочет возбудить против меня уголовное дело. Но поскольку уголовное дело, я уже просто не получал никаких документов, они заблокировали всю контору, видели, да, 15 человек приехало и заблокировало все. И чтобы я не вышел, ну поскольку люди стали собираться, позвонил Геннадий Андреевич, предложил сюда прислать депутатов Государственной Думы, я сказал, что не надо, давайте мы пытаемся с приставом договориться, да. Пристав в нарушение закона сделал вид, как будто бы он мне что-то вручил, хотя на самом деле ничего не вручал. Я ничего не читал, нигде не расписывался, но он пытается в интересах вот этих рейдеров возбудить уголовное дело, что как будто бы я не выполняю решение суда. Вот и все. Хотя решение суда нужно сначала прочитать, и задним числом как я могу его исполнить. Поэтому прежде всего я хочу вам сказать огромное спасибо за поддержку, потому что если бы не вы, они бы так и не ушли. Но они меня тут до ночи бы и потом, скажем так, неизвестно, что бы было. Второе. Конечно, я хочу сказать большое спасибо КПРФ. Сегодня уже Геннадий Андреевич Зюганов звонил во все там. То есть нормально все там? Слушайте, да. Нет, ну что такое нормально? Завтра меня вызывают в Красногорск. Там у них специальный отдел по особо важным делам. Оказывается, рейдерский захват совхоза это особо важное дело. Да, они так решили. И завтра, наверное, юристы, потому что завтра я скажу, я не знаю, как это получится. Если я смогу, я поеду. И еще, сейчас опять звонил Геннадий Андреевич, сказал, что Максим Шевченко приехал, спасибо огромное. Спец, наши ТВ совхоз. Уже все это разнеслось по всей России. Что несмотря на то, что вроде бы как мы все сделали правильно, им очень не нравится, что директором совхоза стал грудить. Опять? Да. Поэтому от имени Геннадий Андреевич, от КПРФ все не звонили. Вот сейчас, пока мы там сидели, огромное количество секретарей, первых секретарей, просто секретарей обкомов звонило. Они хотели приехать сюда, я сказал, не надо, у нас тут народу своих, не знаешь, куда делать. Ладно, передайте ему, чтобы... Вот, поэтому спасибо вам большое. Завтра, о, уже из... Завтра в то же время. Нет. Я надеюсь, завтра уже собраний не будет никаких. Суд сегодня отложили из-за того, что коронавирус, его просто в неопределенное время отложили все суды. Вот, и поэтому сегодня решение было не принято. Вот, а так мы еще и банкротство совхоза получили. Но, чтобы вы понимали, почему они хотят не избрать директором Грудинина. Если не будет права подписи, значит, зарплату люди перестанут получить. А если зарплату люди перестанут получать, значит, они будут увольняться, у них возникнут проблемы. И теперь получается, что мы продолжаем работать без всяких проблем. А вот то, что они пытаются судом, вот эти вот так называемые... Урвать там. Да, миллиард. Это прежде всего 200 миллионов надо будет еще раз заплатить налога. А у нас таких денег нет. И поэтому банкротство неминуемо. Поэтому мы сейчас делаем все для того, чтобы выиграть суды. Для того, чтобы... И, кстати, я еще раз скажу, что именно Коммуническая партия выступала, выступает и сейчас. Вот Геннадий Вчера написал кучу писем во все органы, в том числе и ФСБ, о том, что... Это просто невозможно. Это беспредел. Это просто беспредел, да. Поэтому наше дело правое, победа будет за нами. Ура! Спасибо вам большое. Спасибо. Прошу всех разойтись. Спасибо вам огромное. Расходимся. Спасибо. Вместе мы победим. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам, Анеч. Мы вас участвуем. Мы все время смотрим ваши выпуски. Мы очень вас поддерживаем. Огромное спасибо. У вас там теперь много в зубе, не то, чтобы как-то кушать с англой, но всем передаем огромный привет. Спасибо вам большое. До встречи. До свидания. Ой, отбили. У меня сердце так ёкло. Ну что, не зря стояли. Ну, не зря, не зря стояли. Капали на нервы.